итак 9 ава 9 ава день траура сегодня траурный день в 1947 лет назад был разрушен 2 храм 70 году 42 года 1943 года назад был разрушен храм и вот с тех пор с тех пор мы как раз и плачем по его разрушению поэтому называется стена плача здесь евреям нужно было в израиле в иерусалиме на протяжении этих двух тысяч лет только вообще вначале вообще нельзя было заходить в иерусалим то есть римляне римляне полностью вырезали город вырезали все население остальных угнали в рабство угнали в рим сказали стройте колизей и построили арка есть время арка такая триумфальная арка как они победили в этой иудейской войне и значит арка такая как они идут ведут еврейских рабов и тянут вот эти вот предметы из храма все разграбили римляне все разграбили такие были они конечно нехорошие люди вообще те кто начинают войны и воюют да вот нападают на других захватывают чужие земли этого очень нехорошие люди кстати чаще всего но вы видите тут интересно я сразу подумал а если всевышний сказал то есть например вот еврейский народ он вернулся после изгнания в землю израиля тут интересно вы знаете как когда началось в 70-м году нашей эры это вот 1943 года назад началось изгнание которое длится можно сказать до сих пор то в талмуде написано что всевышний заклял и вредстве народ тремя клятвами первое клятва он сказал что не восставать на те народы внутри стран которых евреи живут то есть евреи ушли в изгнание как мы учили в этой недельной главе как раз ваид ханан бог сказал что я рассею вас среди всех народов а потом верну то есть прям в торе это написано маша рабе на моисея 3335 лет назад записал тору и бог сказал что россия среди всех народов если будете грешить тогда россию если а потом соберу и в талмуде кто бот написано что когда если народ уходил это последнее изгнание то бог взял три клятвы севере первое что вы не будете восставать на народы среди которых вы живете и действительно время никогда не захватывали ни в какой стране власть никогда они не не шли знаете как внутри страны сюда не были гонимы никогда не не были гонителями дайте 2000 лет назад их все время гнали с места на место не были преследуемы теперь и значит вторая была клятва это не возвращайтесь силой в израиль то есть нельзя силой прийти и сказать все мы сами хотим вернуться то есть это тоже мы видим что 2000 лет даже они хорошо себя чувствовали там в испании вавилоне это были разные периоды еврейского такого хорошего состояния в разных странах в испании было очень хорошо но они не собирали армию и не старались силой вернуться это была вторая клятва а третья клятва была не возвращаться силой не восставать а третью клятву бог взял с народов мира ну с ангелов и да как бы это условно клятва это как установление некого некого такого порядка который подтвержден обещание так вот так вот третья клятва была с народов мира для этого была такая что буду притеснять что притеснять можно так как это наказание это же было 2000 лет изгнания но нельзя полностью уничтожать и только ваш фашисты вот последняя была катастрофа да они как бы хотели полностью уничтожить но мы видим как всевышний их замыслы нарушил потому что всевышний поклялся что о вечности вереского народа теперь значит 9 а ва почему мы сегодня постимся почему мы сегодня не умываемся даже да почему мы сегодня но не едим не пьем не радуемся сидим на низкой ведь я сижу на низкой табуреточки такой даже не сидим на стуле значит для того чтобы день скорби как бы вспомнить нельзя работать полдня как минимум нельзя работать до полдня вот чуть-чуть осталось значит что суть суть почему надо сегодня быть грустным почему надо сегодня плакать почему надо сегодня о чем плакать о чем грустить о чем о чем страдать о чем думать да значит ну первое как бы И первая девятая Ава, причина вот именно этого дня, это был грех разведчиков, да, когда вышли из Египта, Всевышний вывел еврести народа из рабства. Интересно, Митсраем, на иврите в Торе Египет называется Митсраем, Митсраем. Цар это узкий, царот это страдание, да, вот само слово цар вот этого, да, цар это страдание узкий, Митсраем это место такое, где было, оно очень было закрытое такое место, да. Интересно, что если сложить цифровое значение букв в слове Митсраем, то получится то же самое числовое значение, что если сложить буквы СССР, да, три раза С по 60, это 180, Р это 380 числовое значение слова СССР и 380 было слово Митсраем, Египет. Тоже интересно, да, и получается, что вышли из этих страданий, из рабства, то есть из притеснения, тяжелая полоса, черное притеснение, там вообще жуткая вещь. Всевышний выводит из этого и выводит куда? На свет чудеса, море расступается, потом 50 дней после выхода из Египта, дарование Торы, вообще все, небеса открываются. И после этого они строят, они передвижной храм, и год они простояли возле горы Хареф без 10 дней, и оставалось хода до Израиля 10 дней. За три дня они доходят до границы вместо 10 дней, до границы Израиля. И здесь вдруг все испугались. Испугались, прибежали к Машарабейну, давай, значит, пошлем гонцов. А это было как раз когда, если 9 ава, это вернулись разведчики, и были они там 40 дней, то это было у нас, значит, 9 дней месяца ав. И до этого Томуз, да, получается, это было где-то первого Томуза, Росходыш Томуз, они пришли, представьте, лето, вот они подошли к земле Израиля. Томуз. Значит, ну, а там живут дети вообще люди, такие эморейцы, это были такие долопоклонники, огромные потомки великанов. Земля здесь текущая молоком и медом. Значит, они были такие, если они на молоке и меде, такие жирненькие были, и очень-очень сильные, и воинственные, и приносили человеческие жертвоприношения, служили идолам. Ну, то есть, были такие опасные. И вот они подошли, увидели всю эту историю, говорят, давай пошлем разведчиков. И Машарабейну послал разведчиков, 12 разведчиков он послал, Иошуа Бенун и Калев, два разведчика, вернулись, говорят, ну, увидели, ну, жирненькие, ну, там, вроде сильные, да, там, какие-то у них были виды вооружения. Теперь, ну, что? Ну, мы победим, с нами Всевышний, что вообще, о чем речь идет? А 10 разведчиков вернулись и говорят, нет, они сильные, народ страшный, мы непобедимы. То есть, они испугались, и они сразу забыли о Всевышнем, о помощи Всевышнего, о том, что, в принципе, не они вышли из рабства, и не они Тору получали, и не они вообще шли. То есть, Всевышний их вел, ведет и будет вести. Но в момент стресса человек, он забывает об этом, и они, значит, говорят, мы не победим. Тут все, которые слушали их, народ Израиля, вот двое, Калев и Иошуа Бенун, они говорят, мы зайдем, мы победим. Идемте, куда останавливаться, все. Всевышний нам помогал, значит, Всевышний нам поможет. 10 говорят, мы не зайдем, мы не победим, Всевышний нам не поможет, он привел нас на смерть, сказали они. Прямо так и сказали. То есть, это уже полное такое, вот то, что человек думает о будущем, показывает только одно. Кто он, какой он и как он мыслит. Все. Будущего никто не знает, никто не знает, как будет. И то, как человек заполняет свои ожидания будущего, это вот по его фантазиям видно, что у него внутри. И все. Вот это, вот спроси человека, ну как будет? Ой, будет плохо. Все, значит. Боится, трусливый, фантазер, пессимист. А другого спроси, как будет? Будет классно вообще, все будет хорошо, все. О, этот оптимист, молодец, он как бы верит, что будет все хорошо. А ты что думаешь? Ой, не знаю, не знаю, вообще ничего не знаю, ничего не знаю. Все, этот не знает, значит. Этот, значит, не знающий такой, он не знает. То есть, то, как человек видит окружающий мир, показывает, что у него внутри. И все. Полупустой стакан, полуполный стакан, красивый стакан, некрасивый стакан. То есть, все это говорит не о стакане, это все говорит о человеке, который описывает стакан. Понятно, да? То есть, то, как мы видим мир, это не то, какой мир, а то, что есть у нас внутри. И вот, значит, на тот момент вдруг весь Евреевский народ, который прошел все вот эти вот замечательные события, дарование Торы, выход из Едипта, 10 казней, и вдруг они все начали плакать. И всю ночь они плакали у себя в шатрах, и утром они пришли к Машера Бейну, зачем ты нас вывел на подибель, и Бог нас ненавидит, и все. И тут, давайте вернемся, выберем другого себе руководителя, вернемся в этот Едипет, в рабство. Это была их, как бы, мысль в том состоянии. И Всевышний тогда сказал, вы плачете без причины, вы вообще полностью, ну, как бы, тем, что вы плачете, вы показали, что вы в меня не верите, что вы, вы просто показали, как вы ко мне относитесь, да? Значит, поэтому это поколение рабово, но в Израиль не зайдет. То, что вы говорили, что наши дети умрут в пустыне, наоборот, вы умрете, а дети ваши зайдут через 40 лет. И, значит, это, а вот то, что вы плакали без причины 9 авгу, значит, у вас будет всегда причина, если будет причина плакать именно в этот день. И этот день был установлен, это был, конечно, день, получается, траура. Они потеряли свою возможность. То есть, если взять, посмотреть, что за день, вот если дать ему определение какое-то, да, этому дню, день 9 авгу, что это за день такой? Это день потерянных возможностей. Вот так. Первый раз они потеряли возможность зайти в землю Израиля. Второй раз первый храм был разрушен. Это они потеряли возможность быть со Всевышним, служить Всевышнему. В первом храме были чудеса, вообще просто постоянные чудеса. То есть, уровень тогда, уровень близости ко Всевышнему во времена первого храма был невероятный. И они его потеряли. Потеряли, потому что уже во втором храме не было чудес. Уровень близости ко Всевышнему резко снизился. То есть, уже мир, как бы, опустился более в темное место. Теперь, значит, 70 лет было изгнание. 70 лет было изгнание. И через 70 лет они вернулись. Ну, кто вернулся? Вернулись всего лишь 42 тысячи человек под руководством Эзры. И они вернулись в Израиль. И построили они второй храм. И все равно там была большая в нем святость. Приносили жертвоприношения. Был пепел красной коровы, был первосвященник. То есть, святость была, но не на том уровне, на котором в первом храме. Прошло 420 лет. И уровень святости начал падать. Обычный человек, то, что у него есть, он не ценит. Это свойство человеческой натуры. То, что у него есть, он не ценит. То, чего у него нет, он придает этому какую-то большую ценность. И почему-то они, имея Тору, они начали придавать ценность греческой культуре, какая-то греческая. А почему греки? Вот спросите, что в греках такое было? Пришел, опять же, грабитель Александр Мукдон с толпами вот этих вот греков. Да, но чистые грабители, вот как их сравнить? Приходят они, зачем они пришли? Александр Мукдонский, зачем он мир хотел захватить? Вот какая у него была цель, да? Всех поработить, деньги забрать, и чтобы все поклонялись ему. Вот его была цель. То есть, поставить. Он даже, когда пришел в храм, он хотел, чтобы его бюст стоял святая святых. Он говорит, а что, пусть мне поклоняются. То есть, вот в основном, смысл же всех вот этих вот войн, это обожествление себя. Теперь были войны, а были войны, которые религиозные войны, да? То есть, люди шли за идею, но вот тут весь вопрос, если мы возьмем, заглянем в сердце человека, там, те же крестоносцы, да? Или те же, те же, там, например, первые мусульманские завоевания, да? То есть, вопрос очень возникает. Человек, который идет убивать, он идет убивать, потому что он реально за идею, или же он идет, потому что все-таки он грабитель, но ему сейчас есть удобная такая, удобная оговорка, что, типа, ну, как вот в концлагерях, да? Вот люди, которые работали, убивали детей, там, знаете, то есть, ну, миллионы людей убивали. И как они это делали? Они это, ну, то есть, как вообще они могли это делать? Как-то они себе объясняли, что, ну, я делал хорошее дело, вот, государство сказало, что так надо делать, да? То есть, очень-очень человек, конечно, странное создание, и мы видим это, ну, постоянно, да? Что человек очень-очень нелогичное, странное создание, которое даже собой не управляет, вот. И, значит, потом второй храм был разрушен за беспричину ненависти друг к другу. То есть, главным был момент, что люди перестали хорошо друг к другу относиться. Это очень интересная такая, получается, связка, да? Когда начали, они ненавидят друг друга без причин в сердце, то есть, они наполнились ненавистью. Это очень большая болезнь такая, да? То есть, это страшная вещь, когда люди ненавидят друг друга, они готовы друг друга убивать. И это те люди, для которых главная заповедь Торы, это в автолерах и камоха, возлюби ближнего, как себя. И для которой главная заповедь взаимоотношений с Богом, это возлюби Господа Бога твоего. То есть, должно быть человек наполнен любовью по умолчанию. Это как бы должно быть его внутреннее состояние наполненности любовью. И тогда у него эта любовь, она его соединяет с другими людьми, со Всевышним, с природой. Ну, вообще, это очень хорошее состояние, когда ты наполнен любовью. У тебя такой ты расслабленный, веселый. Ну, любовь это очень такое позитивное состояние. Теперь, что такое ненависть? Ненависть, это когда человек наполнен злобой. Ему аж больно. Знаете, бывает, когда человек кого-то ненавидит, ему внутри аж больно. Больно, у него аж зубы сжимаются, прям хрустят зубы, так он ненавидит кого-то. То есть, вот это вот состояние гнева, злобы, ненависти, оно человека разрушает. И, конечно же, оно разрушает его отношения с другими людьми. И, конечно же, его отношения с Богом, они отсутствуют, потому что раз ему плохо, то кого человек будет обвинять? Он будет обвинять всех и Всевышнего тоже. У него нет отношения со Всевышним. И вот тут вот как раз это была причина разрушения второго храма, беспричинная ненависть внутри, злоба, война и так далее. Все. Это в таком состоянии в рейсе народ не может существовать. Особенно на Святой Земле, которая как пуповина духовного и материального мира, где должен быть коннекшн. И если этот, вот этот вот коннекшн, да, эта связь, она не работает с любовью, то, конечно, во всем мире мир погрузился куда? И начинается средневековье, вообще самая черная полоса в истории мира. Вот эти вот средние века. Чума выкосила там треть населения Земли, эпидемии. Вы знаете же, что была чума, которая то ли треть, то ли, ну, то есть вымерло тогда миллионы людей от этой чумы. Это как раз было, когда люди ненавидели друг друга, когда было, сжигали там на кострах, вот это средневековье такая. Ну, так они и назывались, как же это, темные века, по-моему, это называлось. Как-то это не помню название, но это, в общем, было средневековье такое, прям черное время такое было, средние века, да. Века такие средненькие они были, да. И потом, значит, потом начался Ренессанс, Возрождение. Как раз началось оно, чуть-чуть люди начали, как бы, понимать, что что-то они не туда заехали, да. И пошел мир улучшаться, улучшаться, улучшаться. И вот этот свет божественный, он увеличивался, увеличивался, увеличивался. И, значит, мы дошли до последней, такие были, агонии зла. Это Вторая мировая война, это были последние агонии, такие, да, когда зло пыталось, пыталось прямо... Но тоже была в этом причина, потому что евреский народ, когда началась вот эта свобода, то он пошел чуть-чуть не в том направлении, как раз все эти революции, всех, весь мир насилием и разрушим, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был не тем, тот станет всем. То есть пошли не туда, опять забыли про Всевышнего, все. Теперь забывать нельзя про Всевышнего. То есть есть Всевышний сказал, что такое добро, что такое зло, и каким должен быть тот новый мир добра, который добро по меркам Всевышнего. Потому что если мы отпустим вопрос добра на решение каждого, то у нас будет миллион видов добра, которые будут друг другу противоречить, и опять начнется война. Поэтому Всевышний, да, Всевышний нам четко установил, вот есть конкретно 10 заповедей, да, вот есть конкретно Тора, вот есть конкретно 613 заповедей, вот таким будет храм. И мы сейчас ждем, то есть мы сейчас плачем, плачем, для того, чтобы, когда мы читаем книгу Эхо и так далее, мы знаем, что за разрушением первого храма пришел второй, и за разрушением второго храма придет третий. Все, поэтому мы на сегодня урок заканчиваем наш. Значит, почитать, есть очень много материалов про разрушение храма, там, ну, то есть можно погуглить, есть фильмы про разрушение храма. Все, все, все есть, значит, все, развиваем в себе беспричинную любовь друг к другу, и тогда мы увидим, прямо мы ждем, очень будет интересно, прямо это будет самое яркое событие в жизни, увидеть, как третий храм спустится с неба, опять увидеть, как, ну, в общем, все вот эти чудеса, мы можем удостоиться на нашей памяти это увидеть. И если каждый из нас будет больше учить Торы делать заповеди и делать добрых дел, то мы, конечно, уже поезд разогнался, нам нужно только чуть-чуть его потолкнуть. Все, всем до завтра. До завтра. Цомкаль, кто постится, кто не постится, значит, просто почитайте побольше материалов про 9 ава, чтобы понять вообще, что это за день, и, может, в следующем году мы увидим третий храм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...